Капли воды составляют реку, зерна риса наполняют корзину. Так любовно китайцы говорят о своем национальном продукте. Но в России про рис теперь будут думать в другом контексте, потому что дорого. Цены на рисовую крупу на минувшей неделе взлетели сразу на 3,5 тысячи рублей за тонну и составили 39 тысяч 835 рублей. Недели ранее рост составил всего 100 рублей. В июне этого года тонна риса стоила 35 тысяч 591 рубль, в июле 2014 года 28 тысяч 679 рублей. Рост цен объясняют тем, что в стране практически завершилась переработка риса-сырца урожая 2014 года, и предприятия начали готовиться к приему нового урожая. Еще одна причина – увеличение экспорта риса. И вот вроде бы все хорошо, урожай ждем, на экспорт хватает. Но почему всегда под удар ставится интерес наций? По-моему, тут уже компетентные органы должны проверку проводить. Сумма долгов россиян по автомобильным кредитам к 1 июля 2015 года достигла 60 миллиардов рублей. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом просроченная задолженность россиян выросла на 25,5%. Среди городов и регионов, лидирующих по объему долгов их жителей перед банками, оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области. Среди должников по автокредитам большинство мужчины. В принципе, неудивительно, что авторынок продолжает падать. Черногория стала самым популярным европейским направлением пляжного отдыха в летнем сезоне. На фоне общего снижения спроса на отдых в Европе, эта страна демонстрирует позитивную динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Количество туристов, посетивших Черногорию с начала года по середину июля, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мой коллега, кстати, недавно побывал в Черногории. Очень рекомендует. Курс доллара на 29 июля 60 рублей 22 копейки. Курс евро 66 рублей 62 копейки. Золото стоит 2 121 рубль за грамм. Серебро стоит 28 рублей 15 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 52 доллара 85 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.